Мы встречаемся с вами спустя год-две недели после запуска нового рынка электроэнергии. Что случилось за этот год? За этот год возникли взаимные многомиллиардные долги в отрасли, за этот год участники рынка обвиняли друг друга в манипуляциях сценами, за этот год у нас возобновляли импорты электроэнергии из России, за этот год останавливались шахты из-за профицита угля и сокращения и падения промышленности. Я ничего не пропустил? Я думаю, что вы пропустили, что за этот год у нас появилось более 400 игроков на рынке. За этот год потребитель электроэнергии может выбирать у кого покупать электроэнергию, может выбирать даже по какой цене покупать электроэнергию. За этот год производитель электроэнергии может увидеть своего конечного потребителя, а не государственную компанию, которой раньше надо было продавать весь объем. Поэтому я бы смотрел на то, что произошло в течение этого года с разных сторон. Потому что все, что вы говорили, оно где-то может в негативном ключе. Но один год назад мы были такие большие оптимисты. И это причем было связано не только с новым рынком, но и с новой политической системой, которая встроилась в государство. Ожидания были? Были огромные ожидания, были новые лица, были те принципы и ценности, которые озвучивал президент Украины и члены его команды. Знаете, было такое большое воодушевление и у игроков рынка, и у инвесторов украинских, у инвесторов западных. Поэтому я бы говорил, не сужал разговор только к тому, что рынок мы запустили. У многих было такое видение, и где-то оно совпадало, мы перезапустили страну. И, конечно, этот год нужно оценивать не только в том, сколько у нас спекуляций было на рынке, а, может быть, более широком масштабе. И я бы хотел прокомментировать, как мы этот год прожили наших ожиданий. Как я сказал в одном из интервью, когда мне спрашивали, как западные инвесторы относятся к новой власти, к президенту, к новой команде, я сказал, что их отношения отражаются в стоимости капитала для тех, кто инвестирует в Украину. А осенью прошлого года у нас ставки упали, это означает, что больше и больше уверенности в стране появилось у инвесторов. И это такая очень-очень важная лакомая бумажка по отношению к нашей стране. И она сейчас сохранилась, это уверенно? Сегодня, к сожалению, эти настроения меняются. И я считаю, что это самое сложное, что, не хотелось бы слово плохое говорить, но сложное, что произошло за этот год. И самое, и то, что будет иметь последствия. Максим Викторович, у любой смены настроения есть имя и фамилия. С чем связана эта смена настроения? С кем связана эта смена настроения? Вы знаете, смена настроения, мое мнение, если говорить про энергетику, связана с тем, что, к сожалению, отсутствие опыта, непрофессионализм и популизм на чаши весов занимает более важное место. И если философски смотреть на этот год, то в какой-то момент тренд, аплодисменты, лозунги захлестнули рациональное видение, рациональное мышление, готовность принимать сложные решения и так далее. И я считаю, что это позволительно может быть в каких-то других индустриях, но не в энергетике. Знаете, я почему спрашиваю? При прошлой власти, да, больше года назад, очень часто многие чиновники хотели казаться, но не быть, да, вот были таким грешны, там, избыточным пиаром где-то, где-то попыткой себя продать и показаться лучше, чем это есть на самом деле. Нынешняя власть, если тоже хочет казаться, а не быть, по вашей оценке? Власть такой собирательный образ. Я убежден, что президент задает такой тон и искренне верит в совершенно правильные вещи для Украины. И его ценности, они очень важны. Я говорил об этом также западным инвесторам. Самое большое достижение государства, что этим государством управляет человек с таким ценностным набором. Но для этого нужно рядом иметь еще 10, 15, 20 человек, которые имеют такой ценностный набор и такие взгляды. Мало того, в определенных областях должен быть настоящий профессионал, которым есть доверие. Потому что может быть профессионал, но он может иметь какие-то свои видения, какие-то корпоративные интересы. Вот профессионализм и доверие, мне кажется, самое главное было для того и есть для того, чтобы управлять такими большими системами, в частности энергетикой. А вы можете конкретизировать, в каких бы таких ключевых местах вы бы видели, что нужно сменить менеджмент, нужно назначить профессионалов, нужно, может, что-то, какие-то новые кадры привлечь? Вот какие узловые точки? Ну, смотрите, новая модель энергорынка, запущенная год назад, европейская модель, которой аплодировали наши европейские партнеры. Было много обсуждений о том, что мы не готовы, что, может, надо отложить. Но эти истории были 12 лет уже. И слава богу, что все-таки мы вступили на этот путь. И, в принципе, как любая большая реформа, ее нужно было где-то докручивать, видеть какие-то недостатки, исправлять, быстро реагировать и так далее. Ключевая роль в этом регулятора, национального ли регулятора. И вот если бы национальный регулятор хотя бы на 4 по пятибалльной шкале выполнил свою роль, свои задачи, не было бы сегодня такого настроения у инвесторов в энергетику в Украине. А если говорить о министерстве, мы видим, что у нас сменилось правительство, по сути, у нас за год три министра энергетики было. А нынешний министр энергетики временно исполняющий обязанности. Скажем, этот момент, то, что полноценно министр не назначен, влияет на работу отрасли сейчас? Вы как-то ощущаете, что политически, но это, наверное, не совсем правильно в нынешней ситуации кризисной для отрасли? По моему мнению, это не так принципиально. Есть приставка или нет? У нас примеры были, когда люди эффективно работали 2-3 года с приставкой, исполняющей обязанности. Вопрос в другом. К сожалению, мы не видим командную работу тех органов власти, которые имеют отношение или управляют энергетикой страны. Это регулятор, это Украинерго, это министерство, это государственные компании, Энергоатом, Центр Энерго и так далее. Вот командности здесь мы не видим. То есть ситуация, к сожалению, искусственно доведена до кризиса. То есть да, у нас была теплая зима, да, у нас падение промышленного производства и потребление электроэнергии, да, у нас пандемия. Но где-то с октября прошлого года мы шли к этому кризису. Вначале какими-то, может быть, небольшими шажками и какими-то, может быть, решениями, которые особо никто и в них не разбирался, кроме людей, которые в этом работают. Но эти решения приводили к тем последствиям, которые мы сегодня подошли. И выйти из этого кризиса можно только из команды. Вот этого мы не видим. Проблема то, что вошли в этот кризис, это не профессионализм или чей-то злой умысел? Вы знаете, ну первое, это новый рынок. В новом рынке все учились работать. И нельзя говорить, что у нас команда и игроки рынка, и регулятор, и министерства были готовы к тому, как рыночные силы будут влиять на ситуацию. Поэтому я бы говорил о том, что первый фактор – это неопытность. Мы начали жить в совершенно другом мире с точки зрения энергетики, чем это было 20 лет до этого. Затем, наверное, непрофессионализм. Потому что неопытность побеждается временем. Непрофессионализм сложно победить. И, к сожалению, те люди, которые были, должны были быть на своих местах, чтобы быстро справляться, быстро приобретать опыт, быстро выстраивать диалог с игроками рынка, строить доверительные отношения, прислушиваться к тому, что говорят игроки рынка. Если бы работала команда, включая игроков рынка, то, я думаю, этого бы не было. То есть, правильно я понимаю, что не случись карантин, не было бы такой аномально теплой зимы и определенных последствий, то проблемы в отрасли, они бы все равно возникли. Да, однозначно. Они бы, может быть, мы почувствовали чуть позже, чем то, что мы чувствуем сейчас, но они бы были. Вы же посмотрите, сегодня страдают все игроки. Нельзя сказать, что плохо компании ДТ или плохо только зеленым инвесторам. Нет ни одного игрока на энергорынке, который, не чувствуя себя плохо и критически высказывается о ситуации. Поэтому, наверное, что-то не то фундаментально происходит. И вот мне кажется, что люди, которые за это ответственны, они должны чаще себе задавать вопрос, а почему же это происходит и что я должен сделать для того, чтобы это поменять. Мы тоже слышали оценку, в том числе, в высоких кабинетах, что, в принципе, падение экономики, падение промпроизводства, оно все равно случилось вне зависимости от карантина, не карантина, пандемии, не пандемии. Как вы считаете, вы разделяете, как частный сектор, мнение, что это было неизбежно в тех экономических условиях, в той динамике, в которой находилась Украина в конце прошлого года? Если мы говорим в целом об экономике, ну, наверное, вы знаете, когда смена лиц во власти, наверное, это как-то отражается на работе определенных экономических систем, как у нас было. Я считаю, что это все лечится. И один из важнейших рецептов – это доверие инвесторов. Почему я говорю об этом? Потому что ДТЭК 15 лет на рынке, мы являемся крупнейшим инвестором в энергетику страны, более 10 миллиардов долларов мы инвестировали. И я больше смотрю на ситуацию, как инвестор национальный. Но также я понимаю настроение западных инвесторов. И говорить о росте экономики, о новых рабочих местах, о росте промышленного производства, можно только если будут построены честные, крытые, доверительные отношения с инвесторами. И если этих инвесторов наша страна будет беречь. К сожалению, у нас это и со сменой власти, и с популизмом, и с желанием на крупных компаниях зарабатывать какие-то политические дивиденды. Все это разрушает, это самое главное, доверительные отношения. И, конечно же, западный инвестор, который рассматривает Украину на своей карте, он смотрит, как относится к национальным инвесторам. И если мы видим те вещи, которые происходят с национальным бизнесом, то как же западный инвестор может поверить в страну? Одной из ключевых проблем отрасли, сейчас об этом говорят разные стороны рынка, это является стоимость электроэнергии для населения. Что себестоимость производства, она выше, чем то, сколько платит население. Готова ли власть сейчас, по вашим ощущениям, начинать дискуссию в каком-то поэтапном повышении цен, чтобы искать пути для выхода из кризиса, в который отрасль вошла? Ведь мы понимаем, что в противном случае можно сколько угодно говорить о выходе из этого кризиса, но без этого решения вряд ли удастся сдвинуться с этой мертвой точки. Вы знаете, я бы смотрел более комплексно на то, как выйти из кризиса, то есть как финансово сбалансировать отрасль. Конечно же, тарифы для населения – это одна из важнейших составляющих. И здесь продолжающая сегодня ситуация, в которой 3% населения потребляет больше 500 кВт в час и потребляет 18% от общего объема электроэнергии и платит по самой низкой цене в Европе, наверное, вот в этом социальная несправедливость. А те домохозяйства, которые потребляют до 100 кВт в час, фактически люди с низким доходом, их 41%, а потребляют они 12% электроэнергии. Почему все платят один тариф? Я считаю, в этом социальная несправедливость. А не в том, что тарифы должны повышаться, должны быть рыночными. Чем больше мы оттягиваем принятие справедливых решений, а я считаю, что люди, которые могут себе позволить, они должны платить полную рыночную цену за электроэнергию, а не датируемую сегодня государством и другими игроками, прежде всего энергоатомом. Вот это то движение к рыночной экономике, которое должно постепенно начинаться. Я не говорю о том, что у нас должна быть шоковая терапия, как с ценами на газ. Когда резко выросли цены на газ, и это вызвало очень-очень негативную реакцию. Но что мы наблюдаем сегодня? Цены на газ на рынке упали в 2-2,5 раза, и сразу же это отразилось в платежках наших потребителей. На рынке газа действуют, в принципе, рыночные правила игры. С 1 августа даже население уже перейдет на рыночные отношения и достаточно низкой ценой газа, которая сегодня есть на мировом рынке. Я считаю, что правительство в самое ближайшее время должно принимать решения по движению и повышению тарифов на электроэнергию для тех слоев населения, которые могут платить рыночную цену за электроэнергию. И защитить тот 41% потребителей сегодняшними тарифами или другими формами поддержки. И тогда у нас ситуация в том числе будет выравниваться. Но надо смотреть и в целом, как работает рынок, и какие механизмы есть сегодня на рынке. Много же проблем возникло из-за того, что мы допускаем спекуляции, допускаем, как говорят, торговлю воздухом, допускаем искусственное занижение цены рыночной и так далее. Вот это, мне кажется, сегодня побороть вот эти проблемы намного важнее, чем поднимать тарифы для населения. Василий Андреевич, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, этот состав правительства, который есть сегодня во главе с Денисом Шмыгалем, он справится с этой задачей или нет? Вот все-таки люди уже работают с марта месяца. Ваша оценка. Они смогут это сделать? Я считаю, что они это не смогут сделать без командной работы с регулятором и с другими участниками рынка. Регулятор, Энергоатом, Украинерго, кабинет министров. Вот если способны будут собрать это все в одну команду и двигаться в одном направлении, быстро принимать решения и быстро их реализовывать, тогда они смогут с этим справиться. Если нет, то я сомневаюсь. Ваши слова о непрофессионализме и популизме, они к премьеру относятся? Вы знаете, я бы не ставил премьера в ситуацию человека, который должен решить кризис в энергетике. Исходя из той риторики, которую я слышал на антикризисном штабе, он, слава богу, разбирается в энергетике и он видит те направления основные, по которым нужно двигаться. Но все-таки ответственность лежит на исполняющем обязанности министра энергетики. И в принципе она подносится на ряду к премьеру. Я вижу, что премьер воспринимает эти предложения, он делает все, чтобы уважать инвесторов. И я считаю, что это личное достижение премьера подписания меморандума с инвесторами в зеленую энергетику. Его участие, три встречи, которые он лично проводил, я этого не помню, за все 12 месяцев разговоров, переговоров на эту тему, и получен результат. Поэтому я думаю, что с точки зрения, его роль важна с точки зрения объединения создания вот этой командной работы. Но все-таки рынок и отрасль должны признать, как это было исторически, что лидером процесса должен быть министр энергетики, который эту команду поведет, и дай бог, чтобы это были результаты. Не могу не спросить. Все-таки премьер-министра очень часто связывали с вашей компанией. Он работал в структурах ДТЭК до того. Правда ли то, что вы лоббировали его назначение? Ну, во-первых, я горжусь, что люди, которые когда-то работали в своей карьере в ДТЭК, становятся руководителями нашего государства. И я думаю, где-то, хоть чуть-чуть, но мы тоже этому помогли благодаря и нашей академии, и тем программам обучения, которые были, и той культуре, которая есть в компании. Я не так часто встречал Дениса Анатольевича. Это было, когда у нас были общие совещания с директорами электростанции. И перед тем, как он ушел из компании, я его встретил летом 2019 года на дне компании, на праздник. И в тот момент мы с ним, у нас пути разошлись. Он пошел на государственную службу. Шел в обувь администрацию, если я правильно помню. Да, он пошел в обувь администрацию. Второй раз я с ним встретился после этого, когда он стал премьер-министром. Говорить о том, что мы кого-то лоббируем или как-то лоббируем, это еще один из мифов, которые рождаются вокруг нашей компании. Нет, конечно же, мы не занимаемся лоббированием каких-либо назначений. И на этом нельзя строить бизнес. Еще один вопрос. Вы справедливо отмечаете, что министр энергетики должен быть лидером этого процесса. Сейчас у нас есть ИО, которое, кстати, тоже связывает с вами. Это первая часть этого вопроса. Вторая часть. Мы же все понимаем, почему появляются в правительстве очень часто исполняющие обязанности. Потому что Верховная Рада не способна утвердить министра без этой приставки. Просто в силу столкновения определенных интересов в зале парламента. Так было и при прошлой власти, и при позапрошлой, и сейчас так же происходит. Что сейчас, по вашей информации, возможно, вы этим занимались? Какие настроения есть в зале? Зал готов поддержать назначение полноценного министра энергетики сегодня или нет? Не сложно комментировать зал. Из того, что я знаю или что я слышал, у нынешнего исполняющего обязанности есть определенный испытательный срок. И, наверное, от результатов, которые покажет Ольга Анатольевна, зависит реакция и настроение зала. Вот это мое личное мнение. А результаты — это выход из кризиса, это нормализация работы энергорынка, это нормальное взаимодействие со всеми участниками рынка и с государственными органами, это, наверное, конструктивная работа с комитетом профильным в Верховной Раде. Мне кажется, это все должно быть собрано для того, чтобы зал поверил, и это не были какие-то перетягивания каната или лоббирования или какие-то другие вещи. Если будут результаты, то это самый главный аргумент для зал, по моему мнению. Что касается того, что Ольгу Анатольевну ассоциируют, опять же, с вашей группой? Хотелось бы узнать, почему. К сожалению, у Ольги Анатольевны биографии нет, слова «ДТЭК». Хотя я считаю, что у нее была хорошая позиция в нашей компании, если бы она захотела работать. Она работала очень долго в энергетике, в министерстве. Естественно, где-то на среднем уровне наши ребята взаимодействовали к ней, как руководителям профильного департамента. И в чем выстроены эти ассоциации, мне сложно комментировать. Опять же, возвращаясь к мифам, когда «ДТЭК» пишет план, экшн-план для того, чтобы делало правительство. Вот это уже становится интересным, потому что месяцев 8-9 назад мы представили планы или какие-то инициативы выхода из кризиса. И спустя этот срок можно взять перечень из 8 или 7 инициатив, и из них 6 реализовал регулятор. Наверное, никто же не связывает сегодня регулятора с нами. Но из 8 на 80% задачу выполнили. Еще бы 2 решения было, и, наверное, стало лучше. Почему так? Потому что нет других решений. Давайте без ложной скромности скажем о том, что самая сильная команда в энергетике работает в этой компании. И это не то, что мы просто собрали с рынка самых лучших. Потому что мы в первые годы построения «ДТЭК» для себя определили, что основная ценность этой компании – люди. И нашли в себе системность, последовательный подход, чтобы это не осталось лозунга. И те люди, и та команда, которая сегодня есть в «ДТЭК», это результат 15-летних инвестиций в развитие наших людей. Я думаю, 70-80% высшего и среднего звена проработали не менее 10 лет в нашей компании. Поэтому, конечно же, самая сильная экспертиза здесь. И, конечно же, мы чувствуем, понимаем этот рынок. И то, что мы предлагаем, нет других рецептов. Можно как-то конфигурацию менять, но фундаментально никто ничего нового не придумает. И чем раньше это внедряли, реализовывали эти меры, тем быстрее или тем меньше проблем у нас было на рынке. Если посмотреть за последний месяц, какие решения принимало правительство, также касательно вопросов, которые касаются, например, вашей компании. Например, это ограничение квоты по импорту угля. Или, например, обязанность Украинерго отдавать предпочтение при диспетчеризации блокам, которые работают на угле. А вам не кажется, что все-таки вот эти решения они были больше в пользу вашей компании? Мне кажется, вот если говорить конкретно о тех решениях, которые вы сейчас называли, они больше не в пользу нашей компании, они больше в пользу энергонезависимости Украины. То есть, по большому счету, мы должны ответить на себе вопрос. Вот если говорить про угольную отрасль, потому что эти решения касались прежде всего угольной отрасли. Честно ответить. Нужна нам угольная отрасль в стране или не нужна? У нас есть два варианта. Первый вариант, что мы на 100% рыночники. Что кто предложит самый дешевый ресурс, тот и выигрывает. Если электроэнергия из России дешевле, чем ее производство на угольных электростанциях Украины, давайте покупать эту электроэнергию в России. И, кстати, это то, что было озвучено и представителями Украинерго, и министерства осенью прошлого года. И у нас была дискуссия. То есть, это чистая рыночная экономика, и, может быть, потребителю она нравится. Зачем мне переплачивать, если я могу из России купить дешевле, или из Беларуси электроэнергию? Или уголь я могу там купить дешевле и привезти? Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Наша история Украины. Вы же помните, когда у нас газ был 50 долларов. А потом он стал 550 долларов. И, в принципе, Украина вынуждена была платить 550 долларов. И тут уже потребитель как раз может сказать, а что же это за история такая? Я платил 50, а теперь я стал 550. 550 — чисто политическая цена. И государство, и правительство не может с этим справиться. Вот это другой подход к тому, что происходит, когда мы хотим быть рыночниками, но наши соседи далеко от рыночных отношений. И если мы говорим, что идет импорт из России, давайте мы экспортировать в Россию. Импорт из Беларуси — давайте мы экспортировать в Беларусь. Ну, мы же с той стороны что слышим? Нет, нам достаточно своей электроэнергии, нам не нужна ваша, мы тут сами разберемся. Хорошо. Мы при этом пытаемся выстраивать рыночные европейские отношения, а наш партнер ведет себя по-другому. Если мы говорим на западном направлении, у нас так работает. У нас перитоки есть с Венгрией, со Словакией. Там рыночные отношения, и мы это полностью поддерживаем. Но здесь мы считаем, что это несправедливо. Рынки должны быть открыты. Это первое. Второе. Угольная отрасль. Сегодня очевидно, что у нас профицит мощности. Профицит угля. Этот уголь стоит 7, 8, 10, 15 тысяч гривен за тонну. И здесь должно государство ответить. Либо мы находимся в балансе, и мы поддерживаем собственного производителя угля, или мы говорим, что мы отказываемся от угольной отрасли, и ее закрываем. Но только это должна быть ответственная позиция. Не может государство сказать, мы просто закрываем. Не ответив десяткам тысяч людей на этих территориях, которые живут, что дальше, как жить после того, когда шахты закроются. И недавние разговоры и присутствие здесь шахтеров, там же был такой вопрос. Люди пришли задать вопросы о своем будущем. Даже не столько о настоящем, а о будущем. О будущем их детей и городов. И вот пока государство осознанно и ответственно не найдет ответ на эти вопросы, у нас будут вот эти вот бесконечные разговоры. Либо мы все самое дешевое покупаем, либо мы сохраняем свою отрасль. И достаточно примеров было других стран. Нужен правильный баланс. Вы вспомнили о том, что профицит угля у нас сейчас. Я знаю, что ДТЭК, можно сказать, консервировала на определенное время свои мощности по добыче угля. Как сейчас, на каком этапе работа шахт? Уходят ли уже люди на работу? Либо же сейчас еще какой-то простой есть? Я напомню, что у нас происходило. К сожалению, весной мы вынуждены были вывести в простое объединение Доброполе и Уголь с 1 апреля. Затем Павлоград Уголь. Был переизбыток угля из-за падения производства нашей компании. Сразу же к вопросу мифов о том, что снижают атомную электроэнергию, чтобы ДТЭК больше производил. Разочарую тех, кто это говорит. У нас падение производства на наших угольных электростанциях в первом квартале на 36% по сравнению с прошлым годом. Естественно, у нас произошел профицит угля. Так как мы работаем в рыночной экономике, то мы не можем просто добывать уголь. Мы никогда не получали дотации из государственного бюджета. И мы посмотрели баланс потребления. Соответственно, мы вынуждены вышли в простой по Павлограду Углю. Затем, когда, и опять же, параллельно ведя дискуссию по поводу прогнозного баланса выработки электроэнергии. То есть всем нужна была ясность, сколько электроэнергии страна будет потреблять и кто будет вырабатывать эту электроэнергию. Сколько энергоатом, сколько угольная генерация, сколько зеленый и так далее. Когда мы получили ясность с точки зрения прогнозного баланса, это дало нам возможность запустить Павлоград Уголь. Но ресурс Доброполия Уголь фактически весь в этом прогнозном балансе должен был идти на государственную компанию «Центрэнерго». В дополнение к тому государственному углю, который компания выкупает. «Центрэнерго» выбрала свой коммерческий подход. И в мае и в июне, в разрез с тем, что было в прогнозном балансе, и в топливном балансе, решила сжигать газ. Но и, естественно, мы не смогли запустить компанию «Доброполия Уголь». После всех ситуаций, которые происходили, мы подписали контракт с «Центрэнерго» и фактически с понедельника запустили. Постепенно запускаем шахты «Доброполия Уголь», они начинают работать. Много тоже было разговоров вокруг этого контракта. И опять же, возвращаясь к мифам, славно известный «Роттердам плюс». Как раз по этой формуле этот контракт был подписан. И это было такое очень понятное, очевидное решение. Потому что это формула, там никто на это влиять не может. Это зеркало того, что происходит на рынке. Это импортный паритет, самый справедливый подход к ценообразованию. Но мало того, цена по этому контракту 1660, госшахты продают тому же «Центрэнерго» в 1950. Вот ответы на все вопросы. Кстати, «Центрэнерго» сделало такое заявление, что когда они предлагали закупать уголь по принципу импортного паритета, то Минэнерго в лице исполняющей обязанности министра эту идею не поддержала. Это их публичное было заявление. Но когда такая инициатива прозвучала от компании «Детек», то исполняющая обязанности министра сказала, что это, в принципе, двусторонние договора. Поэтому решайте сами. Если возможно на таких условиях, то пожалуйста. И потому «Центрэнерго» говорят о неких двойных стандартах в связи с этим вопросом. Вы согласитесь с такой позицией? Я думаю, что тут где-то лукавит «Центрэнерго», потому что сегодня «Центрэнерго» управляет фонгус имущества, а не министерство. Если бы министерство как-то говорило и устанавливало стандарты, наверное, не было бы сжигания газа, было бы сжигание украинского угля. Поэтому влияние министерства на «Центрэнерго» я считаю, минимально, либо вообще отсутствует. А то, что это разговор между двумя хозяйственными субъектами, то это правда. То есть это были переговоры, которые мы проводили. Мы представили нашу позицию, мы подписали контракт, мы вывели людей из простоя, люди начали работать, мы сегодня отгрыжаем уголь. И я надеюсь, что все стороны будут выполнять этот контракт. И я еще раз говорю, что до тех пор, пока у нас будут цены назначаться, ничего хорошего с точки зрения выхода из кризиса мы с вами найти не можем. Почему мы были сторонники импортного паритета и вообще подхода к ценообразованию, который не зависит от настроения чиновников, министерств, регуляторов или кого угодно? Ну, потому что этот рынок. Если цены идут наверх, то мы зарабатываем больше. Если цены идут вниз, то мы зарабатываем меньше. Как сегодня в газе. У нас в прошлом году мы продавали газ 230-240 долларов. Сегодня мы продаем его 110 долларов. И никто не возмущается, и никто долго это не обсуждает. Потому что это рыночная цена. Это отражает ценообразование на внешних рынках. И это есть. Вот чем быстрее это будет у нас в угле, тем лучше для всех. Давайте поговорим о зеленой энергетике. Тема последние месяцы, уже больше чем полгода, более чем актуальная. Вы говорите много об инвестициях, о том, что должно быть больше частных инвестиций. Нынешняя ситуация, как на нее реагируют вообще инвесторы, когда постоянно меняются условия в переговорах с инвесторами по поводу изменения тарифа, зеленого тарифа. На каком этапе проекты, которые ранее начинались, поставлены ли они на паузу, либо же все-таки бизнес готов рисковать даже в таких условиях? Ну, сегодня, я думаю, уже, мне кажется, легче пойти в казино, поставить на красное, чем продолжить инвестировать зеленую энергетику в Украину. К сожалению, ситуация доведена до такой точки. И это правда. Давайте чуть отступим. Я считаю, что одно из важных стратегических решений в Украине, и оно было принято достаточно рано по сравнению с другими странами, что мы должны резко увеличить долю зеленой генерации в целом в производстве электроэнергии в стране. И эта технология нужна для того, чтобы заменить выбывающие угольные электростанции и атомные электростанции, которые также будут выходить из эксплуатации. И были созданы те условия, которые сегодня есть, и они на самом деле хорошие условия сочтирения защищенности инвестиций. Когда есть фиксированный тариф, он привязан к евро, он защищен прямой нормой закона и так далее. Теперь говорят, что слишком хорошие эти условия. А теперь, понимаете, в чем особенность нас, украинцев? Что мы создаем законы, а потом забываем их выполнять. Вот сегодня, когда зеленым инвесторам платят 4% в месяц, 5% от объема выработанной электроэнергии, то это прямое нарушение нормы закона, в котором гарантирована 100% оплата. И все хорошее, что мы говорим про Украину, про инвестиционный климат, про приходите сюда, убивается вот такими примерами. То есть, были созданы условия, начали инвестировать. И, кстати, ДТЭК, одна из первых компаний, которая вообще в зеленую энергетику инвестировала. Не многие об этом знают, все думают, что мы где-то впрыгивали в последний вагон в 2018-2019 году, но я напоминаю, что мы в 2008 году начали проект Ботиевской станции. 200 мегаватт было построено в 2013 году. Еще задолго до бума зеленой генерации, это наш осознанный стратегический выбор. Мы прекрасно понимали, что через 20-30 лет мы должны находить замену нашей угольной генерации. И лучшая технология – это зеленая. К сожалению, в 2013 году мы вынуждены были остановить реализацию наших планов. И мы возобновили их, когда ситуация поменялась в Украине, в 2017 году начали активно строить. Все это время, естественно, технологии становились дешевле, и тариф тоже становился меньше. И в законе это было принято, и он снижался постепенно. И мало того, мы говорили о том, что нам немедленно нужно переходить на аукционы, для того, чтобы снять этот вопрос. И я вам скажу, где-то наш бизнес – заложник того, что мы очень сильно находимся в регулируемом бизнесе. А нам хочется, честно говоря, на свободу выбраться и работать в реальном рынке. К сожалению, домашнюю работу правительство не выполнило. Зеленые аукционы не запущены, это не заработало. Инвесторы продолжали жить в том законе апреля 2019 года. Так же и ДТЭК планировал. У нас 1 гигаватт построенных мощностей, и мы планировали еще 1 гигаватт построить. Для этого мы потратили больше 20 миллионов долларов на девелопмент этих проектов. Отвод земли, метеомониторинг, метеомачты, расчеты. И массу есть вещей подготовительных. С сентября-октября прошлого года началась риторика. Слишком высокие тарифы нужно снижать. И, конечно же, у человека, который не слишком разбирается в энергетике, тарифы снижать – это хорошо. Ну вот и вся профессиональная дискуссия для людей на рынке. Но эта риторика еще такая тихая была. И мы еще на том оптимизме, с приходом новой команды, нового президента, также заряжены этим оптимизмом, вышли на рынки капиталов, рассказывать про Украину, про то, что надо инвестировать. И убеждать фонды покупать зеленые облигации. 350 миллионов евро мы привлекли через выпуск этих долговых инструментов. Нам задавали осторожные вопросы. А вот кто-то как-то говорит, что тут будет меняться режим и так далее. Мы говорим, ну, конечно, он будет меняться, потому что мы переходим на аукционы. Но то, что работает, я помню заверения и президента, и премьер-министра, что никакого ретроспективного пересмотра тарифов не будет. Потому что это самое худшее, что можно сделать для инвесторов в любую отрасль страны. Поменять правила игры задним числом. Но эта риторика усиливалась. Но при этом государство уважало свои обязательства. Но с марта государство перестало платить. И фактически нарушает те гарантии, которые были даны зеленым инвесторам. Под риторику слишком высокие тарифы. Я считаю, беспрецедентный случай, и мы не нашли такого случая в европейской практике, когда инвесторы добровольно подписывают меморандум о снижении тарифа, о списании сотен миллионов долларов, потраченных на девелопмент, потому что срок строительства новых сокращается или вообще останавливается. И так далее. Цена вопроса 80 миллиардов гривен. государство сэкономило с точки для потребителей либо для государства те, кто выполняет эти обязательства. Подписывается меморандум. И сегодня идет риторика в парламенте о том, что слишком мало отжали в кавычках. Ну, о чем же может быть разговор? И я считаю, что если парламент не поддержит президента и премьер-министра не проголосует этот закон и те гарантии, которые изложены меморандумами, это будет катастрофа для инвестиционного климата в Украине, не только говоря про энергетику. Вы говорите о законопроекте 3658. Ваш коллега по отрасли Игорь Тын буквально сегодня, вчера заявил о том, что ко второму чтению законопроект пытаются зарубить, будем так это называть, вынося туда очень много поправок. Кому он не выгоден? Кто против этой истории? Я считаю, что против некоторые промышленные группы, против некоторые борцы за справедливость, популисты, депутаты, против людей, которые живут одним-двум годами где-то рядом оказаться либо с промышленной группой, либо с парламентом. То есть фактически это противники даже не зеленой генерации. Это противники будущего страны. Можно, конечно, не платить по долгам, можно не подписывать соглашение с МВФ, можно, грубо говоря, кинуть зеленых инвесторов. Все это, конечно, можно. Это решение государства. Но какое наследие мы оставляем для тех ребят, которые учатся в академии, или которые пошли в университет, или которые вот здесь в университете находятся. Вот с чем они будут или будут они вообще в Украине? Вот сегодняшнее решение определяет их будущее. Желание сегодня получить какую-то выгоду в кавычках для себя, за эту выгоду будут платить будущие поколения и наша страна. Если мы сможем себе позволить пойти на поводу подобных крикунов или лоббистов в кавычках нецивилизованных, то что тогда говорить о будущем Украине? 325 миллионов зеленых облигаций, которых я сказал. Половину этого выпуска мы рефинансировали построенные проекты, а половину мы отложили, чтобы дальше строить и дальше инвестировать. И сегодня, если мы садимся и у нас на повестке дня инвестиции этих денег в Испании, в Италии, в Португалии, те деньги инвесторов, за которые охотится любая страна и любое правительство, и когда они вот здесь лежат на счетах, а мы из-за такого отношения к инвесторам ищем, как поддержать экономику других стран, но о ком будущем можем говорить. Максим Викторович, если закон будет принят, все-таки удастся его принять, те планы, которые были по инвестициям в зеленую энергетику, в частности, вашей компании, вы будете продолжать или все равно возьмете какую-то паузу? Ну, первое, мы более серьезно будем смотреть на альтернативы европейских, как я уже сказал. И мы в самое ближайшее время уже сформируем команду, и я думаю, в сентябре, в октябре первые пилотные проекты по строительству ветра или солнечной электростанции в Италии или в Испании представим для наблюдательного совета. То есть, это решение уже принято. Соответственно, часть этих денег будет инвестирована. Часть мы оставим для участия в аукцион и посмотрим на развитие ситуации здесь. Я думаю, если она будет выравниваться, то и мы как-то будем ориентироваться. На сегодняшний момент предпосылок для того, чтобы дальше инвестировать в энергетику, в зеленую генерацию Украины нет. И я очень надеюсь, что к тем аргументам и к тем обязательствам, которые уже сегодня есть у государства, прислушаются все народные депутаты, которые голосуют, и они должны ответственно к этому относиться. Максимович, тоже от общего к частному, как вы говорили. За вашими словами о финансово-промышленных группах, которые могут мешать этой ситуации, угадывается намек на бизнес-структуру Игоря Коломойского. Это так? Я бы говорил о крупных потребителях электроэнергии. Я могу понять позицию их, что есть составляющие себестоимости. Я также несу ответственность за финансовый результат компании и составляющих своих себестоимостей. Только над себестоимостью можно по-разному работать. Можно инвестировать в энергоэффективность, можно помогать, а не мешать построению нового рынка, в котором есть возможность выхода на прямые контракты, и если у тебя профиль потребления базовый, то можно покупать ниже, чем цена рынка у крупных производителей электроэнергии. Есть цивилизованные способы того, как работать на своей себестоимости. Если работать на своей себестоимости через лоббистские ресурсы, через медиа, через использование некоторых деятелей популистов, которые, я считаю, случайные люди в тех должностях, которые они занимают, то, наверное, это не совсем правильно, опять же, смотря на свой сегодня интерес, смотря на будущее в Украине. Василий Ильич, интересна очень ваша оценка. Влияние структуры и лично, наверное, Игоря Валерьевича Коломойского на власть существенно сегодня или нет? Ну, мне сложно комментировать, потому что я не во власти. Ну, просто как наблюдателя вы что-то мониторите этот процесс? Как наблюдатель считаю, что на власть никто не может влиять. С таким кредитом доверия, который сегодня есть у президента Зеленского, как можно влиять человеку, у которого больше 70% поддержки в стране? Я не верю в это. Я хотел еще спросить об акционере вашей компании, Ренат Леонидович Ахметове. Насколько активно он участвует в жизни вашей компании, раз, и в, ну, лоббизме каких-то вещей, опять же, во власти, два. Ну, в жизни он участвует, к сожалению, только получая не очень хорошие новости от меня по поводу нашей компании. Естественно, дискуссия, например, об инвестициях в Европе мы ведем с ним. То есть, это то, что мы обязаны говорить с ним, как с инвестором, как с владельцем этой компании. Конечно же, он переживает по поводу того, что происходит сегодня на рынке. И я вам скажу, что я очень сильно ценю те ценности и традиции, которые есть в ДТЭК, и которые были заложены акционерам этой компании. Я достаточно часто говорю и делюсь своими первыми шагами в ДТЭК, когда установка акционера была на то, чтобы собрать команду и построить европейскую прозрачную открытую профессиональную компанию. И где-то мы, наверное, как-то чуть опередили время и решили построить такую компанию, когда, может быть, и внешняя среда, и Украина, и экономика были готовы. И мы где-то становимся заложниками, когда, например, отчетность, которую мы открыто выкладываем о наших финансовых результатах, ее берут, перекручивают для того, чтобы в информационном поле заниматься манипуляциями, обвинять компанию в том, что она не делает. Поэтому сегодня, конечно, мы в коммуникациях. Я остаюсь убежденным сторонником рынка, который был внедрен. Даже при всех негативах, которые есть, у нас появилась биржевая торговля, у нас появились участники рынка, мы сейчас думаем о том, чтобы как-то появились у нас форвардные контракты, чтобы мы больше и больше цивилизованных элементов в этот рынок привели. Все проблемы роста этого рынка и становления, дай бог, чтобы они решились. И мы максимум будем эту историю поддерживать своими знаниями, своими предложениями. И дай бог, чтобы срок между тем, как инициативы появились и как они были реализованы, сокращался. А этот срок может сокращаться только если у нас будет доверие, взаимное доверие с органами власти. Где-то чуть больше года назад я записывал интервью с Игорем Валерьевичем Коломойским, и мы обсуждали в том числе бизнесовые вопросы, вопросы управления компанией, себестоимости и взаимоотношения с властью. И Игорь Валерьевич в том числе по другим, в частности, бизнесам. Вашего акционера приводил примеры о некой несправедливости, которую он усматривал в формировании цены на руду. В то же время в Укрнефти была другая ситуация. В принципе, я слышал от Игоря Валерьевича достаточно похожие сентенции, что тоже несправедливо формируются определенные вещи. Сейчас это, честно говоря, как стороннему наблюдателю мне напоминает столкновение двух финансово-промышленных групп. Вам не кажется, что это достаточно стандартная для Украины практика. Ну вот, понимаете, к сожалению, наблюдение за происходящим упрощено до столкновения двух финансово-промышленных групп. Я с этим в корне не согласен. Объясню, почему. Центр Энерго говорит, что наша себестоимость производства электроэнергии гривна 60. Средняя цена на рынке за первые шесть месяцев этого года гривна 24. Вот в чем здесь столкновение. Я не понимаю. Государственная компания, много про нее сейчас сказано. Наверное, где-то там дружественная к определенным кругам. Но у них, если себестоимость гривна 60, а на рынке создается условие, в которое гривна 24 цена. Я считаю, что нет. Дальше пример. Зеленые инвесторы. У нас 22% доля рынка. Никто уже не сказал, что мы в Анаполис. но зеленые инвесторы сегодня в той ситуации оказались, в которой они оказались. В чем здесь столкновение групп? И много можно таких примеров привести. Я считаю, что сегодня не двух групп столкновения, а столкновение игроков рынка с непрофессионализмом и безответственностью. Вот в этом столкновении у нас сейчас происходит. Люди, которые исходя из позиции должны эффективно управлять энергетикой, казались к этому неподготовлены. А игроки рынка, пытаясь доказать свою правоту, опять же, в большинстве в публичной риторики, оказались заложниками этого непрофессионализма. Если бы была ситуация, что у компании ДТЭК проблемы у одной, а у остальных все хорошо на рынке, можно было сказать, что это столкновение бизнес-групп. И одна побеждает, вторая проигрывает. Но когда вся энергетика сегодня в ситуации той, которая есть, то о каком столкновении бизнес-групп может быть? Столкновение прозрачных, рыночных, открытых, публичных правил игры с желанием порулить, с желанием административно управлять. Вот в чем столкновение. Но точно не столкновение бизнес-групп. Вот я как раз сижу и об этом думаю, слушая вас, что наверное вот этот кризис, о котором вы говорите, он может быть ведь и продиктован желанием разных финансово-промышленных групп взять под свой контроль разные скажем так регуляторные функции государства, разные ведомства, которые должны регулировать рынки и влияют на их жизнь, что опять же достаточно многолетняя в Украине практика. По вашему мнению, как этого можно избежать? Роттердам плюс почаще, чтобы потому что Роттердам плюс я в этом слове говорю о рыночных, независимых, незаангажированных, неподверженных административным влиянием правил игры. Когда цена определяется на компьютере, когда ты посмотрел индексы и никто на них не влияет и роль регулятора минимальна, вот тогда это работает. Очень важно нам прийти до ситуации, когда регулятор будет влиять на жизнь рынка на 5-10%, а не на 95%, как это происходит у нас. Когда рынки будут саморегулироваться, когда у нас на самом деле будут рыночные правила игры, когда они будут рассказывать про монополиста, про компанию, которая 20% и никакого разговора о монополии тут не может быть, особенно в модели нового рынка. Я считаю, что единственное решение всей этой проблемы быстрее дорабатывать все проблемы с работой рынка, быстрее выстраивать новые сегменты этого рынка, рынок вспомогательных услуг, рынок балансирующей мощности, чтобы он нормально начинал работать и так далее. Все эти элементы, это же понятно, это все известно, и регулятору отойти от этой истории. И тогда никто не будет стоять в очереди на влияние регулятора, министерства и так далее. Плюс к этому я бы добавил скорейшую приватизацию государственных компаний, которые работают в этом секторе. Все же прекрасно понимают, что государство не лучше управленец. И дай бог создать такие условия, когда на этом рынке будет больше западных игроков. Вот что очень важно. Мы ведем, вели год назад переговоры с одной из крупнейших западных компаний, а приходит сюда на рынок дистрибуцию. И они говорят, вы знаете, со всей этой была до пандемии еще, Украины нет на нашей карте. И вот это функция государства. На карту крупнейших компаний и инвестиционных фондов принести и поставить Украину. Если там появится Украина, то совершенно будет другая ситуация здесь. Тогда у нас будет больше игроков, тогда будет больше рыночных правил игры, тогда регулятор больше будет прислушивать, а не прикрывать своими просчеты и ошибки, обвиняя игроков рынка в лоббировании, в каком-то влиянии или в чем-либо другом. Вот в Украине мы должны закончить, грубо говоря, добивать друг друга информационными войнами, обвинениями, рождением мифом и так далее. Вот в конце концов, мне кажется, надо остановиться и посмотреть, что определяет будущее страны и будущее экономики этой страны. А я возвращаюсь, опять же, говоря про экономику. Будущее зависит от того, как Украина может выстроить доверие с инвесторами. вы вспомнили о Роттердам плюс, НАБУ и САП продолжают, ведут расследование. В компании есть какие-то вопросы, возможно, сейчас запрашивают какие-то документы по этому делу? На каком этапе вообще оно вам известно? Этап идет, компания отвечает на все вопросы, предоставляет информацию, но, честно говоря, когда госкомпания подписывает контракт по формуле Роттердам плюс, только по одной причине, что это самая низкая цена. Когда мы подписываем меморандум с МВФ, президент Зеленский, премьер-министр, глава НБУ, министр финансов, в котором черным по белому написано тот же Амстердам плюс, как цена для газа. И когда все рынки энергоресурсы, нефть, нефтепродукты, газ ориентируются на импортную альтернативу. Ну, тут, в принципе, можно руками развести и все, уже столько фактов. И это как раз, понимаете, это вот пример того, когда рожденные мифы, обман людей, использование медиаресурсов в манипуляциях, желание получить какие-то политические дивиденды или построить свою политическую карьеру на таком большом обмане и мифе, конвертируется к тому, что сегодня это казалось пшиком, информационным пузырем, то, о чем мы говорили с самого начала. Мы в 2015 году говорили, время покажет, где правда. И вот время сегодня демонстрирует, где правда. Я надеюсь, что все, кто занимается этой всей историей, с точки зрения правоохранительных органов, они придут к какому-то объективному, справедливому выводу, и мы посмотрим, чем эта вся история законит. демонстрирует,